В какой-то момент просто критическая масса людей стала мне рассказывать про Олега Рогинского и его компанию People.ai. Было интервью с Давидом Яном. И я задала Давиду такой вопрос. Кто там вас восхищает? Кому вам нравится учиться? Кто вас инспирит? А, кстати, бизнесмен, который вот действительно, который норма, это Олег Рогинский. Вообще. Олег Рогинский номер один. Это гений. Вам нужно с ним пообщаться. Это следующий единорог. Который появится, если они уже не единороги, но если еще не единороги, то будут таковыми 100%. И он сказал, его компания сейчас маленькая, но она невероятно растет. Там недавно работало 10 человек, а сейчас там уже работает 100. И у меня такой вопрос. Вот когда серьезные люди, которые уже там в списке Forbes так говорят, вы как внутри становитесь? Ну что вы? Приятно? Если честно... Или немножко неудобно? Если честно, как бы по барабану. То есть... То, чего мне научили вай-комбинаторе, это 100% фокус. То есть, когда совершенно все равно, кто говорит хорошо, кто говорит плохо. Главное, то, что перед тобой, то, что ты делаешь. Была одна встреча. Мы сели вместе в комнате, и были покупатели там. И была сказана фраза, а зачем тебе столько денег? Ты молодой, тебе молоко на губах не обсохло. Такого типа. Сколько вам было лет? Мне тогда было... 26-26, что-то такое. Ну, молодой. Ну, молодой. Ну, я встал и вышел. И цена выросла. Вот так это все произошло. Хорошо, Рок. А если бы не получилось? Ну, как говорится, вариантов Б не было. Просто я, как бы, даже не представляю для себя, что у меня есть второй вариант. То есть вы просто шли наверняка. Да. То есть что-нибудь я придумаю, я точно продам. За спиной Сталинград, как говорится. Да, уж точно. Вы верили в продукт настолько, что вот продукт такой классный или просто амбиция такая была? Я верил в то, что я найду возможность построить продукт правильный. У меня была вера в то, что мы будем пробовать, 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 пока мы не придем в нужную точку. На чем было основано? Просто упертость моя. Я научился контролировать эмоции в этом плане. То есть помогает. А с другой стороны, как бы я знаю, что если я что-то возьмусь, я это доведу до ума. Это как бы моя черта. Вы уже так чувствуете себя заматеревшим фаундером. Я привык к одной вещи, то есть ошибки всегда мои, победа всегда чьи-то. Так получается строй, хорошо компанию и команду. Идея машины вообще не сможет заменить людей. Это в креативных вещах. То есть компьютер еще долгое время не сможет создавать что-то новое. Это опасно? Это волнующе? Это, ну, низведет человека в статус какого-то, ну, несовершенного существа? Или в этом скорее потенциал? Нет, на самом деле создавать, созидание, это намного более сложный процесс, чем просто находить похожие паттерны и повторять, как бы, то, что уже раньше видел. То есть в ближайшие 5-10 лет, я думаю, это огромной проблемой не будет, а мы там уже посмотрим. У меня, как ни странно, вопрос про образование. У нас на эконом-факе был, вот, на мой взгляд, самый скучный предмет это решение транспортной задачи, логистическая задача, да, кто чего куда там возит. То есть это, в принципе, человеку делать не надо. Это делает компьютер... За секунду. За секунду. Он еще и теперь с помощью AI просчитывает 100 миллиардов всяких разных вариантов. Становится непонятно, чему учиться. если все за нас будут считать? Ну, опять же, вернемся к тому, что я раньше сказал. Компьютер будет заменять repeatable, repetitive задачи, повторяемые задачи, повторяемые задачи, которые не требуют креативного мышления. Компьютер очень хорошо умеет обучаться тому, что было уже сделано, и повторять то же самое, или находить похожие паттерны. Компьютер до сих пор и в ближайшее время не сможет создавать совершенно новое что-то, что имеет смысл. С нуля. Соответственно, нужно учиться тому, чтобы создавать что-то новое. Что это не заменится. Но ведь, я думаю, что ни вас, ни меня, наши более-менее наследницы советской школы не учили, как создавать новое. И в Америке тоже в школе не знают, как создавать новое. Ну почему? Меня в университете научили кучу. То есть создавать новое – это раз, а второе – это человеческие отношения. То есть любая работа, которая основана на отношениях между людьми, ее очень сложно заменить тоже. Соответственно, продажи, то есть, надо спрашивать, а вы там афонализируете продажников, чтобы их общения было? Да, у меня тоже был такой вопрос. Нет, мы не сможем. Особенно тех, которые занимаются большими сделками. Потому что большинство продаж основано на личных отношениях, на доверии, на взаимовыгоде, на построении почти дружбы. Соответственно, компьютер это не сможет заменить. Есть одна, две, три идеи, в которые вы бы вложили деньги? Сложный вопрос, потому что якобы у меня стопроцентный фокус. Я по сторонам не смотрю, я думаю только о своем бизнесе.